Шалом! Мы рады приветствовать вас на Первом Еврейском. Меня зовут Асна Тестрина и в эфире наша программа «Вопросов на вопрос». Сегодня мы решили поговорить о праздниках, которые отмечаются отдельными еврейскими общинами, о том, как такие праздники вообще появляются у евреев и как отмечаются. Повод для такого разговора у нас очень актуальный, ведь как раз в воскресенье 8 апреля Горская еврейская община отмечает Говгиль. Так что всех поздравляю с праздником и рада представить наших гостей. Это Рафа Лазар Несимов. Добрый день. Равин общины Байц-Фаради. И Светлана Амосова, ученый, историк и этнограф. Здравствуйте, Светлана. И начать разговор мне хотелось бы, в общем-то, с нашего актуального повода, то есть с Говгиля. Что это за праздник, когда именно его отмечают и как происходит празднование? Слово Говгиль, сама, это может быть произошло от слова Геула. Геула — это свобода. Вот именно поэтому вот последний день эти мероприятия в основном устраивали после полудня. И они каким-то образом эти мероприятия связывали и выходили с праздника уже вот с этими мероприятиями. Это продолжалось уже на следующий день тоже. Что делали на следующий день? Ну, раньше машина роскоши была. Собирали между собой, скидывались. И там нанимали машину, там такси, кто-то маршрутку. И все дети собирали, надували шарики и весь день катались на машине. Это такое, как бы, обычай, которое пришло, как бы, с технологиями, когда началось развиваться, у людей начали появляться машины. Конечно, раньше машин не было. Делали каким-то другим образом. Ну, то есть делали некое действие, которое, в принципе, праздник было делать нельзя. Если мы таким образом, это был силы выхода с праздника. Можно сказать, что это традиционная часть, потому что религиозных людей, как таково, много не было. Это раньше, может быть, исправляли по-другому. До 1926 года весь Красный Слобода, все горские евреи, они были религиозными. Вот как вы видите сейчас в Израиле, в Иерусалиме, Геулу, там абсолютно все религиозные, даже их фанатами называют. Можно сказать, если по истории посмотрите, и все горские евреи, они были сильно религиозными. Они, наверное, исправляли его по-другому. Как исправляются по религии? Вот в этот вечер принято читать специальный тикун, называется, исправление. Во многих праздничных молитвенах она дана. И читают в этот вечер именно вот этот порядок, и этот вечер бодрствует, как еврейский народ в этот день перешел море, избавились. И эти моменты, все из Зора, из других святых книг стараются читать эту всю процедуру. Вот таким образом евреи религиозные исправляют, наверное, наши религиозные тоже раньше исправляли так. Но это как бы передавалось, и люди, когда уже Советский Союз пришло, и религию как бы не разрешали сильно, они старались как-то по-своему праздновать, и потихоньку-потихоньку это перешло все на светский уровень. Но сам праздник, последний день, это восьмой день, ни в коем случае. Люди думают, что вот после полудня уже можно кушать хлеб. Вот на самом деле, пока праздник полностью не вышел, нельзя ни в коем случае кушать хлеб. Если кто-то думает, что вот уже полдень прошло, можно кушать хлеб, то все, что он соблюдал, столько готовился, столько дней он мацу кушал, все это для него как бы ничего не сделал, потому что он уже нарушил до конца, не подождал. Я еще читала, что есть такое обычное, например, рвать траву, бросать в печке, или что это праздник такой, связанный с шедухами, что очень часто, так сказать, вопросы святовства обсуждаются, поднимаются, шедухи происходят. Хорошо напомнили, вот вечер, когда выходит Нисону, Песах, это как бы восьмой день полностью, когда выходит после выхода звезд, я сам помню, что в Красной Слободе в этот вечер где-то 20-30 обручений делали. Были люди, которые устраивали свадьбы. Ну, конечно, я хочу напомнить нашим зрителям, что есть обычаи, которые противоречат закону. Есть обычаи, которые не мешают закону. Вот обручение как бы в эти дни можно спокойно сделать, если она без музыки. Потому что идут уже траурные дни, связанные со счетом Омера. Да. А вот свадьбу устроят, как бы свадьбу никто не будет без музыки делать, поэтому устраивать свадьбу не совсем правильно. Вот эти дни Омера, весь еврейский народ не устраивает свадьбы. Можно где-то кого-то найти, какого-то мудреца, который как бы под какими-то причинами, поводами может разрешить. Но если весь еврейский народ не делает, и отдельные люди тоже не должны в эти дни сыграть свадьбу. Есть ли аналоги таких праздников, например, такого праздника, как Говгиль, в других еврейских общинах, например, вот в общинах Восточной Европы? Ну, что касается других еврейских общин, то очень похожая традиция есть у персидских евреев, а не у евреев, как ни странно, не у евреев Восточной Европы, о чем бы я хотела рассказать. Там в последний день Песоха, это тоже очень яркое мероприятие, которое устраивается, было принято устраивать, наряжаться в карнавальные костюмы. То есть вообще это в еврейской традиции, конечно, не принято, о чем вот, наверное, может подтвердить Равин. Но только напурим. Только напурим, да, но там было как раз не принято редиться, именно переодеваться напурим, а вот для такого переодевания и веселья выбирался последний день Песоха, как именно освобождение, освобождение от различного рода запретов, и это как бы ассоциировалось со свободой. Мы вышли из рабства, мы можем сейчас себе это позволить. И это тоже очень важно, что действительно происходило во второй половине вот этого последнего дня Песоха, когда Песох, вот это священное действие уже закончилось. И это единственный раз, когда вот такой происходил отход от некоторого религиозного канона, и это было связано как раз с идеей освобождения и радости, радости такой вот свободы. Но вообще вот подобные, скажем, не совсем канонические, не прописанные в Торе вещи, они характерны для многих других общин, в частности, например, у ашкеназов. То есть мы можем говорить об очень узкой группе, потому что это зафиксировано буквально вот только, например, на территории Латвии, Латвии, причём восточной Латвии, когда на Седер было принято разливать воду и ходить по ней, что символизировало переход через Красное море. Тоже идея освобождения, и это в некотором смысле ещё в этот момент разувались, и ходили босиком с палкой, изображая, ну, это, конечно, не то чтобы переодевание или ряжение, но это изображение евреев, которые выходят из Египта. Или было принято тоже мешочек с афикоманом класть себе на плечо и тоже проходить, что вот мы сейчас выходим из Египта, это тоже вот часть Седера, тоже, как я понимаю, где-то тоже восточной Европе. Да, то есть это вот изображение того, как мы выходим, то есть такое некоторое проигрывание, скажем так, театрализация действий, выхода изображения, освобождение. Вы сказали, что это, почему-то, только в ряде общины, что это обычай. Вот я хотела бы спросить, а вообще такие праздники, которые, скажем так, не канонические, которые выбиваются, выдаются из общей религиозной традиции, они вообще способствуют сохранению общины? Или наоборот, это, в общем-то, проблема для общин, потому что, в общем-то, в этих праздниках же наверняка есть какие-то традиции местных народов, среди которых жили евреи, и принимая их местные традиции, это вело к ассимиляции. Как вы считаете? На самом деле она помогает сохранять общину, потому что, когда человек что-то сам изобретает, для него это ценное. Он всегда, когда смотрит на него, говорит, это мое, это я сделал, это я купил, это я приобрел. И когда община, скажем, какое-то свое обычае где-то соблюдает, или видит каких-то людей, которые тоже самое соблюдают, и для него это родное, он говорит, это моя, это у нас так было. Как бы это способствует, чтобы община сохранялась. Как бы, что может, в основном то, что людей связывает, это язык, это религия, и это традиции. Очень помогает, поэтому их надо оставить, но те обычаи, которые противоречат закону религии, их надо потихоньку-потихоньку поменять или подстроить под религию. Не может быть обычаи, что противоречило религии, закону, букву закона. Такого нету. Это, наверное, по истечении времени, по ошибке это произошло. Как бы, как имя, например. Есть у нас второе имя Яков. Известное имя, наш братец. Его, например, людей иногда называют, дают имя Яков, уже по слуху начали Яхкю, Якуб, Яагю. Вот такое может произойти. Джейкоб в Америке скажет, например. Да, вот такое может произойти. Но мы всегда должны посмотреть корень его, откуда исходит, чтобы оно не противоречило ни в коем случае с религией. А так обычаи, они очень хорошие, они помогают сохранять общину и общество. А вот вы, как вы скажете, как этнограф, насколько те обычаи, которые на самом деле сохранились, которые выявляются в процессе экспедиции, насколько они, в общем-то, соответствуют традиции? Или наоборот, как-то люди запоминают то, что из традиции выбивалось? Скорее нет. Нет, конечно, людям важно то, что было характерно для традиций. И я совершенно согласна с тем, что вот эти местные обычаи, они наоборот консолидируют общину. Они её сохраняют, и они сохраняют, они могут быть, там может быть, например, как в ситуации, в которой изучаю я, какое-то славянское влияние. Но, тем не менее, для евреев это важно, это моё, это наше. И, например, вот есть очень яркий праздник, который, я не знаю, наверное, немножко выбивается из общей традиции. Это характерно для Брянской области, России. Лакбаомер, или в местном произношении Лакбеймер, иногда его называют еврейской радуницей, в соответствии со славянской традицией. В этот день вся еврейская община приходит на кладбище, даже приезжает из других мест. То есть, если похоронены родители, бабушки, дедушки на кладбище, то приезжают из Москвы, из Одессы. То есть, мы наблюдали это, например, в маленьком местечке Сураж или в местечке Унеча. И, конечно, эта традиция, вот эта связанная с радуницей славянской, она вроде как заимствована. Для них это очень важный момент, когда вся община собирается, они все встречаются, они вспоминают, что они как раз евреи, потому что у них мало возможности встретиться в другое время. И, например, зачастую в некоторых местечках нет общины, даже чтобы собраться на Шаббат или на Песах. А тут они собрались на еврейском кладбище, и для них это очень важный момент. То есть, это может быть какое-то заимствование, но то, что было справедливо сказано, это наше. Это то, что мы для себя, скажем так, сконструировали. И когда происходит такое, что, ну а что это за заимствование странное, это же не совсем еврейское. Не то чтобы обида, но некоторые, но мы же всегда так делали, так делали наши родители. И это очень важно, это консолидирует действительно общину, собирает всех евреев, и это свой обычай. И нельзя сказать, что он противоречит как-то религиозным, потому что, скорее, сохраняются какие-то вещи, которые были, ну, очень, скажем, яркими. То есть, вот, поминание родителей, это всегда очень важная вещь. То есть, это то, что действительно сохраняется. Например, сохраняется выпечка мацы, и это всегда. Вот идея, что не должно быть квасного, пусть у нас будет не совсем правильная маца, но мы её попробуем сделать в своей печи. То есть, да, мы не можем её купить, мы не можем её спечь правильно, но как-то минимально сохранить вот этот обычай мы должны. Где, в общем-то, должна пролегать граница между традицией, которые нам приписывает Тора, и местными обычаями, которые, как мне показалось по рассказу, всё-таки несколько выбиваются, скажем так, из того, что предписано законом. Я хочу заметить, что Лак-Бо-Омир в Израиле тоже празднуется, и на Лак-Бо-Омир идут именно на могилу Раб-Шимона Бар-Вихая. Как бы, наверное, они тоже там, у них на кладбище какие-то праведники есть. Сначала они ходили на могилу праведника, а потом это уже по истечении времени просто они забыли и начали просто ходить на кладбище. Может быть, такое тоже. И то, что вы спросили, обычаи, они приходят и уходят. Обычаи, они как бы приходят, где мы живём, мы определённые обычаи принимаем или как-то их подстраиваем под какие-то вещи, или ситуация такая, что какие-то вещи невозможно сделать, или для этого мы как-то что-то там придумываем. И когда уходим из этого места, или там ситуация меняется, то обычаи тоже меняются. Обычаи, она не закон. Она иногда бывает сильнее закона, но она всё-таки не закон. А если происходит так, что обычаи становятся сильнее закона? Например, просто история есть известная про то, как некий человек, израильтянин, который проводил Песох вне Израиля, и он на восьмой день спрятался и тайком поел хлеба, потому что ему надо было это сделать, для него уже праздник закончился, у него была обязанность уже на восьмой день Песоха есть хлеб. Но там подсмотрели, решили, что это обычаи большого праведника, и с тех пор всё это село на восьмой день, таясь друг от друга, прячась в сараях, ела хлеб, то есть нарушала Песох. Как бы не получалось так, что такие обычаи, которые не уходят, а в результате начинаются проблемы? Да, вот такие обычаи надо объяснить, отменить, ликвидировать. Их ни в коем случае нельзя. Они напрямую противоречат закону. За хамец, наказание очень строгое, даже за капельку хамеца, в Песохе очень строгое наказание. И поэтому, если такие сильные противоречившиеся обычаи, их обязательно надо приглашать мудрецов, раввинов, знающих людей, открыть книги святые, показать, доказать и отменять. Можно это сделать потихоньку, сильно не споря, потому что если логично объяснять людям, что это ошибки произошло, и это противоречит букву закона, противоречит самой основе Торы, то его можно ликвидировать. Даже если оставить эти безобидные обычаи, когда уже евреям интересны не будут эти обычаи, или местность уже не будет такой, что кто-то там, скажем, на кладбище идет, а в новом местном нет кладбища. А куда будет он ходить? Никуда не будет. Все, отменят эти обычаи, закончились эти. Поэтому обычаи приходят, приходят законы, это вечные. А какие вот сейчас, с вашей точки зрения, существуют, скажем так, проблемные обычаи, которые надо было бы, в общем-то, отменить? По крайней мере, над чем надо работать? Вот именно то, что у нас Сифрато Омер, те люди, которые же думают, что вот наши отцы делали в этот день после Песоха свадьбы, мы тоже имеем право делать, вот это надо отменить, это однозначно надо отменить, и людям потихоньку объяснять. Многие уже не делают, слава богу, 90% уже не делают. Это в течение 10-15 лет потихоньку люди поняли, что это противоречит закону, и они не делают. Но есть еще какой-то процент людей, которые думают, что отцы делали, мы тоже будем делать. Нет, сегодня как бы религиозная грамотность, она сильная, как бы мы можем все книги открывать, потому что наши отцы религиозные тоже читали те же самые книги, ту же самую Тору, Талмуд, Мишну, то, что мы сейчас читаем. И в них нету нигде, что можно делать. Это, наверное, по ошибке произошло, и надо исправить его как можно скорее. Есть еще вот такие же ошибки, которые, например, закрепились, скажем так, в восточно-европейских общинах. И самое главное, удается ли таким образом, вот как говорил Раф, с помощью, скажем так, просвещения, религиозного просвещения, от этих обычаев отказываться? Или обычаи все-таки побеждают? Ну, конечно, бывает совершенно по-разному, но мы наблюдаем действительно такое часто столкновение обычая и некоторые религиозные нормы. И зачастую, когда, мне кажется, очень мягкое взаимодействие, такое как раз очень аккуратное происходит, когда Равин из местной среды и хорошо ее знает и понимает. Но, например, в ситуации, когда Равин приезжает и сталкивается с очень странными местными обычаями, для него это такой шок. И шок для той общины, куда он приехал. Например, опять же, возвращаясь к празднику Лакбауми, например, в некоторых общинах Восточной Европы принято на этот праздник растяется, что воспринимается как очень такой славянский обычай. И, например, Равин в Риге был страшно поражен, потому что, опять же, вот его, скажем так, латгальская часть его общины сказала, ну так должно быть. И он просто сказал, боже, что это, откуда? Что происходит? Зачем этот христианский обычай вы к нам приносите? А при этом происходит такая некоторая обида, ну это же нигде не запрещено, это же никак не сказано, что этого делать нельзя. Почему же он христианский, так делали наши родители? Вот было принято ходить в лес, гулять именно с такой едой. И понятно, что когда действительно происходит такое аккуратное объяснение, что не нужно этого делать, там свадьбы не нужно играть в эти дни, потому что был запрет, тогда это довольно действительно быстро, как-то в течение нескольких лет эти обычаи уходят. А когда это происходит такой резкий слом, то действительно, особенно у старшей части общины, это вызывает резкое отторжение. То есть молодежь проще воспринимает такие вещи, а старшее поколение, которое, ну, видело это, видело так, что делает так всегда, оно больше противится. И это вот действительно сохранение обычая. Но как это может, там, ну, очень трудно им понять, как это может быть ненормой, если всю мою жизнь так делали. Менялось ли вообще отношение вот раввинов к таким праздникам? Официальное отношение к таким праздникам сейчас и как относились раньше? Можно сказать, что к некоторым, да, вот тоже самое Гавгиль, если его хорошенько проанализировать, можно найти еще очень много вещей. Вот само имя Гавгиль, то, что мы сказали, связано с Геулой, еще можно там буквы на ибрите все сопоставить и правильно все вывести, что это на самом деле Геула. И то, что люди раньше, последний день Песах, восьмой день, это Йом-Тов, как Шаббат, нельзя его нарушать. Люди раньше вот именно этот день исправляли его, восьмой день, а не следующий. Восьмой день они там устраивали какие-то мероприятия и нанимали там, скажем, то же самое транспорт, катались целый день, но этот день нельзя нарушать. Нарушение нельзя делать, это как Шаббат. И еще они кушали после полудня хамес, говорили, что после полудня заканчивается праздник. Но раввины это грамотно объяснили, сказали, что это еще праздничный день. На самом деле это правильное обычае. Есть такая вещь, но это надо сделать на исходе праздника. Да, в праздник, восьмой день, мы устраиваем трапезу, это не запрещено, но все, что запретные вещи, то, что нельзя в Шаббат делать, это делаем уже на исходе праздника, свободно, и на следующий день. Потому что следующий день тоже называют Исрухак. Исрухак, это как сын праздника, или дождь праздника. Поэтому во многих общинах, и, скажем, в Израиле это восьмой день получается, у нас это девятый день получается, Исрухак. В этот день принято устраивать трапезу, чтобы показать, что вот сын праздника, или дочь праздника, для нас тоже важно, как сам праздник. И еще собираются люди вместе, как начали праздник, как Песах начинают, все собираются вместе. Люди, которые абсолютно друг друга не знают, они должны собраться вместе, кушать пасхальную жертву, то, что называется Песах. И то же самое делают в последний день праздника. Люди собираются вместе, устраивают большой праздник. Я еще хочу рассказать маленький рассказ про Равлеви Исхака из Бердичева. Он накануне праздника, Песах, мы знаем, что накануне праздника собирает весь хамес. Скажем, до 6-го часа уже должно из дома выйти весь хамес. И он после полудня ходил по рынку и спрашивал, в те времена сигареты было по закону государства, царя, было запретом продавать сигареты или продавать шелковый материал. Контрабандой считалось. Контрабандой считалось. И он ходил, спрашивал, сигареты есть? Ну, его знаю, говорят, есть. Сколько стоит? Ну, 10 рублей. Раввин, вам за 8 дадим. Но он покупал. Он ходил, потом другой, шелк есть? Есть. По чем? Ну, 15 рублей. Вам за 13 дадим. Ну, покупал. Потом он встречал еврея по дороге. Уже перед наступлением Песаха. Хлеб есть? Говорит, Хас-па Халиля, какой хлеб? Сейчас же Песах заходит. Как так? И он говорит, нет хлеба? Говорит, нет. Это же запрет. Запрет история. Он начинает поднимать свои руки в сторону неба. Говорит, Всевышний, посмотри. Вот то, что царь закону установил, и у него есть милиционеры, у него есть, которые смотрят, судьи, и есть охранники, и есть пограничники, но все равно люди занимаются контрабандой, и они продают запретные. Вот я купил. А вот смотри, ты им там три тысячи лет назад сказал, что нельзя кушать хамец, и никого не поставил над ними. И они до сих пор соблюдают. И написано, когда евреи переходили море, море стояло им стеной. И справа, и с левой стороны зачем надо указывать, что море стояло стеной? Так и так понятно. Если она раскрылась, она стоит стеной. На самом деле, Тора называется водой. Если говорить, и справа, и слева у человека Тора, то, что указывает, это вода, это Тора, то у человека все будет хорошо. Получается ли так, что большое количество праздников и традиционных, и которые общинные, они способствуют тому, что люди начинают больше приходить к еврейству, больше приходить к Торе? Или наоборот, например, раз в году отгулял на Гавгиле, весело, хорошо, вроде как к чему-то еврейскому прикоснулся, а остальное уже не важно. Обычай предков выполнил, и на этом до свидания. Ну, знаете, у каждого человека есть точка, когда вот ударяешь по этой точке, он меняется 180 градусов. Бывает, может человека привести к религии, к Богу, в синагогу одно слово. Когда где-то какое-то слово услышал или какую-то вещь увидел, его меняет. У каждого человека есть свой ключ. И, конечно, вот эти обычаи, и так как в них есть и религия немножко, и когда бывают некоторые люди видят какие-то моменты, они могут, конечно, прийти. Это способствует тому, чтобы люди приближались к Богу. Действительно, вот бывает такая точка в жизни человека, когда он понимает, я хочу делать так, как делала моя мама, я хочу делать так, как делала моя бабушка. И это молодое поколение, становясь старше, начинает делать так, как делали их родители, например, красить яйца, например, ходить на лакбаумер. Или, например, даже зачастую просто делать, покупать мацунапесах. То есть, то, что является религиозной нормой и то, что является обычаем, тоже начинают восприниматься ими как такая религиозная обязательная норма. То есть, можно сделать вывод, что, скажем так, с точки зрения этнографического подхода и с точки зрения религиозного подхода общинные праздники, даже если они не являются принятым религиозным законом для всего еврейского народа, а если это отдельные традиции каких-то общин, то они нужны, необходимы и нуждаются в развитии это так обязательно их надо развивать добавить что-то подгонять под религию и оставить если они нужны если как уже местность или что-то не позволяет то даже прошаться с ними тоже не жалко потому что появятся новые другие обычаи как считаете я совершенно согласна потому что действительно местность меняется появляются другие новые обычаи меняется немножко там ситуация какая-то политическая религиозная ну там и тоже возникают какие-то новые обычаи с которыми не жалко иногда расставаться иногда наоборот они сохраняют и консолидируют общину то есть такой процесс развивающийся большое спасибо пусть все кто отмечает сегодня праздник отметят его хорошо и весело пусть и вышли исполнит все наши желания и тех кто мечтает найти себе пару и тех кто хочет продолжать традицию и тех кто просто хочет провести время с другими и время я благодарю своих гостей равы лазара несимова и историка этнографа светлану амосову большое вам спасибо за интересный разговор а мы команда программы вопросы на вопрос прощаемся с вами до следующей недели все вам доброго литра от а а